Дмитрий Михайлович Пожарский, русский герой народного ополчения, князь Боярин, политический деятель, освободитель Москвы от польских оккупантов. Всем привет, с вами канал История Мира, сегодня мы вам расскажем историю жизни Дмитрия Михайловича Пожарского. Перед просмотром попрошу подписаться на канал и поставить лайк. Приятного просмотра. Дмитрий родился в 1578 году. Его отец Михаил Федорович Пожарский был потомком Рюриковичей. В числе его знаменитых предков значится Юрий Долгорукий. Мать Мария Беклемишева также принадлежала к дворянскому роду и со временем доросла до статуса верховной боярыни Московского царского двора. В семье родились трое сыновей и дочь Дарья. Поместные земли князей Пожарских к тому времени конфисковал царь Иван Грозный в пользу опричнины, так как семья Пожарских попала в опалу. Мать Мария Федоровна была образованной женщиной, что было редкостью для того времени, есть предположение, что она с самого раннего детства обучала своих детей грамоте. После смерти мужа Мария Федоровна перебирается с детьми в Москву. И начала службу боярыни при дочке Бориса Годунова. Со временем предприимчивая боярыни становится влиятельной особой при дворе. А Дмитрий уже в 15-летнем возрасте, в 1593 году начинает дворцовую службу в чине стряпчиво с платьем. Неоднократно мать и сын попадали в опалу, но в 1602 году, в период царствования Бориса Годунова, он был произведен в стольнике. За время своего служения Отечеству, князю Пожарскому не раз пришлось наблюдать смену власти. Период службы пришелся на смутное и тяжелое время для Руси. На царском троне сменялись цари, и власть переходила из рук в руки. Свою службу при дворе Дмитрий Пожарский продолжил и при Лжедмитрии I, и при Василии IV Шуйском, которому он присягнул на верность. Количество Лжедмитриев росло, поляки с литовцами грабили города и села. Среди крестьян росло недовольство, и оно зачастую переходило в бунты. Пожарский был назначен полковым воеводой в борьбе с Лжедмитрием II. Он принимал участие в подавлении одного такого восстания под предводительством Ивана Болотникова. Клятва верности данная Шуйскому не позволила ему участие в перевороте, который затевали московские бояре. А позднее за отличную и верную службу Василий Шуйский вернул ему поместье, которое ранее принадлежало его предкам. А в 1610 году Дмитрий Пожарский получает новое звание – воевода в городе Зарайске, в Рязанском уезде. Жители Зарайска, по примеру Каширы и Коломным, уговаривали князя присягнуть самозванцу. Но он упорно отказывался признавать Лжедмитрия II. И он разъяснял простому люду, что он знает только одного царя, и этот царь Василий Шуйский. Князь был верен своей присяге. В дальнейшем убежденность его благотворно повлияла на умы людей. И Коломны и Кашира остались верны Василию Шуйскому. Позднее он отверг предложение Боярской думы принять участие в возведении на престол польского королевича Владислава. Солидарен с его мнением был и рязанский воевода Прокопий Липунов. И князь Дмитрий Пожарский принимает участие в первом ополчении против польско-литовских захватчиков в Москве. Патриарх Гермоген, заключенный в чудовом монастыре, написал грамоту, в которой обратился к русским людям с призывами изгнать иноземных захватчиков из Кремля. Этот призыв был поддержан архимандритом Дионисием и строице Сергиевской лавры, жителями Нижнего Новгорода. Именно нижегородцы отправили своих послов к князю Пожарскому с просьбой возглавить ополчение. Пожарский совместно с земским старостой Козьмой Мининым принял участие в формировании второго ополчения, а позже возглавил его. В 1612 году в ополчение входили ратники Костромы, Рязани, Владимира, Нижнего Новгорода и Казани. По пути они освободили Ярославль. А в конце августа они вышли к Москве и вступили в противостояние с поляками и литовцами. Они сражались с войсками литовского гетмана Ходкевича. Военные действия закончились 4 ноября 1612 года освобождением Москвы. Дмитрий Михайлович Пожарский также входил в состав Земского собора, и он предложил выбрать царя из родственников Рюриковича, сына Ивана Грозного. Им был двоюродный племянник Михаил Федорович Романов. В 1613 году постановлением Земского собора он был избран новым царем. На подтверждающей избрание грамоте, подпись Пожарского на 10 месте. При венчании на царство Михаила Романова, князь Дмитрий Пожарский держал державу. Это говорило о его высоком положении и признательности царя за то, что он во времена смуты, твердо стоял за правое дело и объединил Русь в борьбе с врагом. За свои подвиги он был награжден чином боярина, и ему пожаловали в отчину с поместьями. Военную службу князь продолжал и при Михаиле Романове. Он занимался сборами налогов, был дипломатом, а затем возглавил судный приказ. Что касается личной жизни, то он был дважды женат. Первой его супругой стала Просковья Варфоломеевна. В браке родилось шестеро детей. Три сына, Иван Федор, Петр и три дочери, Елена, Ксения и Анастасия. Всех своих дочерей князь Пожарский удачно выдал замуж. А сыновья служили при дворе Романовых. Его жена умерла в 1635 году. Пожарский во второй раз берет в жены дочь Стольника, Андрея Ивановича Голицына, княжну Феодору Андреевну Голицыну. Детей во втором браке у него не было. Он прожил с женой до самой смерти. Феодора пережила мужа на 9 лет и умерла в 1661 году. Князь Пожарский продолжал службу при дворе в преклонном по тем меркам возрасте, за 60 лет. К тому моменту он был в числе самых богатых и влиятельных людей своего времени. Умер Дмитрий Михайлович в 1642 году, о причине смерти историки умалчивают. Могила знаменитого князя находится в родовой гробнице Спаса-Ефимиевого монастыря города Суздали. В 1765-1766 годах родовая усыпальница Пожарских была разрушена из-за своей ветхости. Это произошло по причине пресечения рода князей. В 1851 году археолог, граф Уваров, нашел склеп и гробницы. Позднее, в 1885 году над ними построили мраморный мавзолей. Но в 1933 году его вновь разобрали, теперь по приказу советской власти. Очередные археологические раскопки, которые проходили в 2008 году, показали, что гробница великого князя Пожарского каким-то чудом уцелела. А в 2009 году восстановили мраморный мавзолей. Минину и Пожарскому посвятили скульптурный монумент, посвященный предводителям Второго народного ополчения 1612 года, а также окончанию Смутного времени и изгнанию польских интервентов из России. Является первым крупным скульптурным памятником в Москве. Был создан по проекту архитектора Ивана Мартаса в 1818 году. Вот такую жизнь прожил освободитель Москвы Дмитрий Михайлович Пожарский. Спасибо за просмотр, если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем удачи и до скорой встречи.